Продолжили наше занятие. Этот раздел я его назвал как бы размышлением парадного подъезда. Я как бы отошел временно от этой такой патриотической тематики для того, чтобы обсудить и показать, что возникают проблемы, когда предприниматели начинают обсуждать даже между собой, потому что как бы общество, ну это сейчас не знаю, сейчас может быть уже консолидация какая-то наступает между бизнесом и в целом народом, но судя по тому, как бизнесы развиваются, какие они испытывают проблемы, как руководство России начинает там уже их защищать, хотя когда я начинал, нас вообще никто не защищал. И поэтому предприниматели как бы делились на таких, что некоторые говорили добрые слова о предпринимателях, которые что-то делали сами своими руками, и при этом самое главное, что сами продавали этот товар. А другие, те, которые занимались, например, продажами, они считались торгашами, и поэтому они говорили, что мы торгаши. Я помню, я говорил с одним бизнесменом, который продавал доски лесного склада, он говорил, да что мы торгаши там. А вот те, вот, говорят, вот эти хозяева лесопильных заводов там и прочего, они, говорят, вот настоящие, как говорится, пролетарские предприниматели. И это все идет как бы из прошлого советского, потому что в советское время, конечно, инженерный труд не ценился. И мы, бывшие советские инженеры, знаем, например, что если трудящемуся, рабочему давали справку на совместительство, то инженер такую справку мог получить с большим трудом. И многие даже, вот я в том числе, иногда уговаривали своих друзей рабочих, те там давали справку, оформлялись. И мы работали по вечерам, например, подрабатывая простыми электриками. Я работал на студии телевидения, чествовали одного известного такого высококвалифицированного инженера. Было такое заседание в отделе, там секретарь партбюро выступал, там говорил, что он такой секой. А я спросил у одной женщины рядом со мной сидящей, так сколько же он тогда получает? Она говорит, как 150 рублей, этот ведущий инженер. Я потом подумал, я пришел, получал 80 рублей тогда, окончив техникум. И потом, представиваю, я окончил институт, молодые инженеры, знаю, окончившие институт, там получали 110-120 рублей. Подумал, да, говорю, какие-то проблемы большие. И тут тогда получалось то, что возникала как бы ненависть к торгашам. Но, с другой стороны, возникал парадокс, что вот в фильме «Коммунист» главный герой, олицетворяющий идеальный образ коммуниста, работал кладовщиком. И даже товарищ Сталин говорил, что в рядах коммунистов все еще царит высокомерное, высокомерие и неприближительное отношение к торговле вообще. Второстепенное дело о работниках торговли, как конченных людей. Эти люди не понимают, что советская торговля есть наше родное большевистское дело, а работники торговли, в том числе работники прилавка, если они только честно работают, являются проводниками нашего революционного большевистского дела. Это я вычитал из сталинской краткой биографии «Москва 1950 года». Это уже после его смерти. А нет, еще до него виноват, извиняюсь, он умер в 1953 году. И поэтому тогда возникает парадокс, что даже в то время руководители партии правительства уже выделяли внимание, что действительно капитал должен двигаться. И капитал должен двигаться с помощью многих составляющих товарного производства и торговли. Но, правда, в торговле возникает такая жесткая конкуренция, что часто много компаний, именно торговых, оно гибнет, поскольку они начинают пытаться какие-то мероприятия осуществлять для продвижения товарной продукции. И это, в общем-то, конечно, целое искусство. И поэтому исследования показывают, что предпринимательству необходимо относить к чисто творческой деятельности, к особому виду искусства. И при этом в нем не обязательно именно деньги будут играть ведущую роль. Практика показала, что многие крупные состояния предприятия создавались при минимальных затратах и практически без кап вложений. Достаточно было произнести речь, убедить сильных в мере сего, и успех был обеспечен. Вот, кстати, основной взлет американской рыночной экономики произошел в результате явления так называемых творцов рыночной экономики, когда возникли талантливые люди, вот я как говорил, типа Форда, Эдисона, ну и других там, их множество было. Вот создатели телефона Белл. И уже к ним стал присматриваться финансовый капитал, и в том числе и богатые люди, олигархи. И тогда получалось, что государство как бы находилось в стороне. А вся народная масса олигархов, предпринимателей, творцов рыночной экономики, народа, она вращала в таком конкурирующем сиропе, и при этом была предоставлена свобода выбора. И таким образом получается, что в демократическом пространстве свобода выбора будет определяться не какими-то новыми вождями или общенациональным лидерами, а каждой личностью отдельно и осознанно, поскольку идеологический механизм рыночной экономики опускается на их сознание. И поэтому возникает тогда вопрос, способны ли русские по отдельности самоорганизовываться, или же будут ждать сильных личностей нового пути и вождя. Когда русские начинают думать о том, как и кого оболванивают, то нужно представлять, что накапливание капитала, создание нового продукта, требует первоначально не вложения денег, а создания идеи, возможности для создания продукта, а затем уже вступает в действие механизм купли-продажи. То есть деньги – это вторичная часть от бизнеса. Вот тут в Америке очень часто бывает, что первые деньги, надея небольшую сумму, дают родители. Или по предложению автора идеи делается определенный продукт, и сам автор порой берется за ее продажу. Вы – бедный инженер, но талантливый, у вас есть идея. Вы можете заинтересовать выгодным предложением успешного предпринимателя. Он возьмет вас в долю и даст деньги для развития. Конечно, вам придется отстегивать ему от прибыли, но будете в деле. Потом, возможно, выкупите, когда разбогатейте эту компанию. Вот я работал в такой компании примерно. Там, конечно, сам хозяин этой компании клеймил нещадно своего благодетеля, но иного выхода не было. Все-таки компания стоимостью в миллион долларов, она с ней трудно расстаться. Тем более, все это там, как специалист, разбираешься. И, конечно, в России вот эту идею можно было бы с успехом реализовывать. Поскольку я тут, как говорил, вижу множество молодых людей, студентов, которые приезжают сюда и работают, и возникают проблемы. В чем там дело? Это говорит о том, что какие-то тормозящие силы присутствуют в российской национальной рыночной экономике. И отсюда возникает проблема развития демократии. Потому что именно наличие независимого предпринимателя, именно в наукоемких видах бизнеса, где очень сложно его будет подрезать или отказаться от него, государство не может. Одно дело, когда предприниматели связаны с добычей сырья, то там, конечно, все это государству проще управлять такими предпринимателями. Но когда предприниматель делает наукоемкую продукцию, вокруг него скапливается огромное количество высококвалифицированных инженеров. И особенно, если эта компания еще работает на экспорт и добывает и увеличивает золотовалютные запасы России, то, естественно, с таким предпринимателем, властям надо считаться. А когда он берет, как говорится, выкачивает нефть или газ, то, конечно, его проще прижать и управлять им. И поэтому, когда демократы, и в том числе те, которые рекомендуют с нашей территории США, что вот демократия не развивается, просто не развивается вот тот сегмент рынка, который должен присутствовать для поддержки каких-то демократических началов. И поэтому можно понять правительство России, что существует такая система управления. Я уже выступаю не как адвокат, хотя тут в Америке полным-полно прокуроров в этом направлении. И поэтому надо представлять, что уровень ответственности спускается с трибуны вождей на самый низ каждой личности. Кроме того, исследования, вот я когда проводил, показывают, что особого страстного желания разбогатеть у большинства российских граждан нет. Это можно видеть по общественной социальной активности среди рабочих, студентов, даже самих предпринимателей, поскольку над ними еще давлеют остатки советского сознания. А советское сознание, оно все-таки сдерживает развитие творческих сил, потому что, согласно, помните, Моральному кодексу строителей коммунизма, это должен был быть скромный, беззаветно служащий Родине, труженик, бескорыстный. И поэтому роль денег, конечно, там имела слабую роль. И кроме того, мы вспоминаем, как проводились занятия по политграмоте, как разжигали вот эту классовую ненависть и выискивали у заморских воротил и акул, какие-то там негативные моменты. Вот, в частности, я помню, когда писали в газетах о том, что поступило сообщение, что вот такой-то японский бизнесмен обогротился и прямо в офисе сделал себе хракири. Тогда советский народ смеялся и критиковали буржуй, мы его не дорезали, так сам, по делам ему. Но тогда мало кому из советских людей в голову приходила такая странная мысль. До этого многие не могли знать, что взлет японского жесткого высокотехнологического бизнеса был опусловлен приходом до него самураев, японских дворян, со своим кодексом чести. Эти японские дворяне влились в японскую предпринимательскую волну, впитав все лучшее от американского бизнеса, тщательно изучив его особенности и переработали на свой лад. Япония после Второй мировой войны была оккупирована американской армией и наводнена американскими товарами. Такая же аналогичная ситуация происходила и в Южной Корее, которая была оккупирована японскими войсками. И вооружившись этим знанием, пройдя как бы стадию такого национального унижения, они обрушились на мировые рынки со свирепостью и беспощадностью азиатских орд по силе и мощности, равных разве еще полчищам Чингисхана. Вот я могу даже сказать, что мы из практики видим, что огромное обилие южнокорейских автомобилей, японских, ну в том числе и американских, она привела к тому, что практически погибла российская автомобильная промышленность. И даже вот берем ту же самую Америку, и когда меня спрашивают о том, как, когда у вас там все это рухнет, когда там доллар там, то есть все. Я говорю, когда будет, когда будет примерно такой разговор между покупателями в магазине по продаже автомобилей. Покупатель будет говорить, да, я, конечно, катался на американском автомобиле, на японском, но сейчас я покупаю российский автомобиль, потому что он для меня лучше всего, он надежнее, он очень надежный автомобиль, и при этом имеет соответствующую цену. Но до этого надо, конечно, россиянам поднапречься, хотя, конечно, здесь, на территории США, вы можете заказать у дилеров русские автомобили, вам привезут его. Но вот сколько лет я прожил в Америке и спрашивал своих коллег, которые проезжают на работу на автомобилях, видел ли ты русский автомобиль. И из десятка парней один сказал, что вроде в Канаде я видел Ладу. Вот что я могу на эту тему сказать. Все они должны просто задуматься на эту тему. И самое главное, что должен существовать механизм взаимодействия товаров, услуг и активности мозга каждой личности, потому что американцы считают, что мысли – это тот же товар, только не имеющий цвета, веса и запаха. Он может быть таким существенным, что от одной мысли ее реализации могут быть получены миллионы долларов. Для этого нужно просто взять одну из своих бредовых идей и практически ее реализовать. В следующий момент мы говорим о восприятии неопределенности и неожиданности. Неожиданность – это важнейший элемент рыночной ситуации. Неожиданный клиент, неожиданная кризисная ситуация, неожиданная утерянная возможность. Эти события постоянно нависают над предпринимателем и его рабочими. Раунд длится не минуту, а целый рабочий день. Вот я работаю в компании, там постоянно каждый день все что-то меняется. Эти менеджеры, которые заняты продажами, сбытом продукции, они постоянно управляют процессом и говорят, что нужно делать так-то и так-то, как требует клиент. Я когда приехал сюда, в Америку, мне один парень, который много лет про работу сказал, «Толя, когда тебя возьмут на работу, это будет для тебя такой существенный момент, что тебя берут на работу». Тут работа считается как таким, что ли, ну не то, что как вручение тебе ордена, а тебя взяли на работу, ты получаешь американскую зарплату, так примерно, такой имидж. Но когда ты будешь там работать, ты не вздумай ни с кем спорить, не вздумай что-то обсуждать, ты выполняй то, что тебе скажут. Это потом, когда ты уже наберешься опыта, поработаешь в этой компании, ты уже можешь робко заявлять какие-то там идеи или что-то такое. Но на первых этапах ты не должен, ты должен только быть четким исполнителем, потому что здесь принято считать так, что если у хозяина бизнес идет, деньги идут, то он так и делает, потому что ему приказывает кто? Ему приказывает тот, кто покупает его продукцию. И он четко выполняет приказы того, кто берет, кто платит за это деньги. И поэтому деньги тут являются ведущим. Ты можешь представлять, что товар твой должен быть таким-то, а тебе покупатель скажет, да мне нужен такой товар. И отсюда возникает проблема. Даже берем и медицину, например. Приходит клиент и говорит, что я хочу, чтобы у меня к врачу ортодом, то что мне надо, чтобы у меня челюсть выступала вот так, как у этой актрисы. Доктор же не будет говорить, что это исказит вашу личность, и вы будете более уродливая. И он будет делать так, как ему прикажет покупатель. И в том числе возникают такие моменты, когда многие указывают, как возникшие проблемы могут стать источником для развития нового направления. Вот в 30-м году Чет Карлсон, когда ему было 24 года, разослал 80 писем в разные компании с просьбой принять его на работу в качестве инженера. На все запросы пришли отрицательные ответы. И он решил заниматься изобретательством. Пришла бредовая идея изготавливать машины, которые делали бы копии документов. Но он потом запатентовал изобретение, стал предлагать его различным компаниям. Все дело не шло. Лишь один мелкий бизнесмен, прочитав о его методе в журнале, откликнулся на предложение. И долгие годы Карлсон и его покровитель пытались преодолеть не только технические трудности, но и опровергнуть мнение самых авторитетных специалистов, которые утверждали, что копировальные машины не могут найти широкого применения. Казалось, идея обречена на провал. Но изобретателю удалось найти, решить две наиболее сложные технические проблемы, которые помогли улучшить качество копий. И, как мы знаем, потом везде в книгах и в интернете написано, что эта компания, которую сейчас все в мире признают одним из мировых лидеров, называется просто Ксерокс. Например, о галерее героев капитализма пишут очень много в Америке, потому что все только, как говорится, спят и видят. И даже ко мне тут вновь прибывшие товарищи подходят и спрашивают, слушай, а вот если выпускают такой-то продукт, как ты думаешь? Или вот я, например, из Белоруссии, и вот тут я подсмотрел, что здесь выпускается вот это, может быть, это, то-то, сё. Я говорю, нужно тут просто уметь рисковать, что если ты хочешь что-то делать, ты должен попытаться. Но на самом деле я говорю, что если ты тут даже не видишь в магазинах этого товара, ты выйди в интернет, и в интернете, на американских сайтах огромное количество различных видов продукции продается. Я, например, тоже иногда думал, что вот я зашел в магазин американский, посмотрел, оказывается, процентов 80 продукции, той, которая продает этот магазин, она продается на линиях, через интернет. А в магазинах такая не особо нужная такая продукция. А в основном все продажи, конечно, идут через интернет. И многие даже заражаются. Это можно даже назвать такая, что ли, болезнь интернет-покупок. Когда, особенно женщинам, я вот смотрю, нравится, когда они просто набирают свою карточку банковскую, все это, приходят через 2-3 дня, у двери квартиры или у двери дома уже лежат посылки. Эти посылки они разберут, посмотрят, что не подходит, опять запаковывают, отправляют. И вот таким образом вся Америка тут и живет в куплях-продажах. При этом посылки эти часто просто оставляют. Я вот когда прихожу домой и смотрю, прямо у моего порога стоит 2-3 посылки, которые я заказывал. Или у соседей тоже стоят. И, в общем-то, тут никто не тащит все это. И бывают часто проблемы. Вот опишут такой тетушке Маргаре Труткину. У нее болел ост мой сын, и она стала печь в домашних условиях чистый пшеничный хлеб. И так распеклась, что основала компанию, которая изготавливает миллион долларов буханок в неделю. Вот то же самое пишет, что Стив Джобс из компании Apple посетил Xerox и увидел компьютер Alto с мышью. Он прыгал по всей комнате, орал разные слова и все спрашивал. Но почему вы ничего с этим не делаете? Подоплека, разумеется, было, что если вы не сделаете, то мы и сделаем. Потому что здесь возникает так, что если компания видит, что этот продукт разработан, и он идет успешно на рынке, то компания, которая как бы следит за ней, или возникает человек, который видит, что он может этот продукт усовершенствовать и будет выпускать. И мы действительно видим, что мышь-то была разработана в Xerox, и сотрудники Xerox уговаривали выпустить персональный компьютер на рынок. Но совет директоров счел риск неприемлемым. То есть мы говорим о том, что вот компании американские вроде как крутые, супермены, всезнающие, а совершают такие стратегические ошибки. А Стив Джобс подсмотрел и понял, что можно превратить компьютер в забавную машинку. Да такое простое в обращении, что любой человек от школьника до профессионального писателя захочет ее купить. И поэтому нужно предпринимателям на экономическом бизнесе как бы смотреть не так, как все, а нужно как бы выйти в другое пространство и из другого пространства смотреть на новые разработки. Это очень особо сложное явление. И этим делом, конечно, для того, чтобы поддержать этих предпринимателей, должны заниматься специалисты по религиозным философиям, возможно, по буддизму там или по другим каким-то. И, кстати говоря, очень много предпринимателей контактируют с такими специалистами для того, чтобы решать вот эти проблемы. Потому что большинство успешных дел развивается из очень скромных зародышей. Вот, кстати говоря, то же самое, как вот Кока-Кола. Кока-Колу поначалу считали чем-то вроде шарлатанского зелья. Я это все пишу из выписки из американских книг. Это не российские, как говорится, источники информации. Это все источники информации, те, которых пишут сами американские предприниматели. Оливия Страус родилась в тот момент, когда один немецкий мигрант затоварился холстом для палаток во время знаменитой калифорнийской золотой лихорадки и пустил материал на пошив грубых штанов для золотоискателей. Таким образом, получается, что вот такие крупные компании, созданные с маленького дела в ходе многолетней конкурентной борьбы, выжили и активно действуют. Но это мы говорим о маленьких компаниях. На самом деле, очень сильные компании могут попадать в тяжелое положение. Вот оказывается, что в 50-х годах в США резко возрос спрос на иностранные автомобили. Детройтские автомобильные строители сочли это причиной студентов из университетских городков. К тому времени, когда американская автомобильная индустрия осознала на коме, что такое хороший дизайн, совершенство и привлекательность автомобиля, наступили 70-е годы, и Детройт потерял свое лидерство в бизнесе, и вместе с ним около 4 миллионов рабочих мест. Потом даже берем мы самих специалистов по компьютерам, того же Стива Джобса. И, кстати, тут показывали передачу про то, как в Ленинграде, то есть в Санкт-Петербурге, был сперва поставлен памятник ему, а потом этот памятник снесли. Это очень плохой показатель для обучения будущих предпринимателей рыночной экономики, потому что Стив Джобс, он один из национальных героев, с которого надо брать пример именно с точки зрения развития бизнеса. А какие у него там были другие проблемы, это его личное. И поэтому нельзя в бизнесе смешивать личное именно конкретно с бизнесом, потому что личное, оно всегда мешает развитию бизнеса. Другое дело, что личное связано с комплексом какой-то неполноценности или того, что ты видишь проблему по-другому, оно да, но, с другой стороны, это слишком повредило для воспитания новых предпринимателей. Вот снос этого памятника. И вот Стив Джобс, они тоже первоначально ошибались, потому что им в голову не приходило продавать компьютер в собранном виде. Я вспоминаю становление советских будущих предпринимателей, когда на рынке появилось большое количество электронных компонентов, вот в частности, компьютеры, сделанные на базе этого 8080, Intel 8080 микрочипа. Тогда, помню, все бегали за этими чипами в связи с дисплеями и собирали эти компьютеры. Хотя тут, если можно было бы так сразу рассуждать, должен был появиться какой-то активный парень, который мог бы мгновенно эти компьютеры в готовом виде продавать. И им в голову, я говорю, не приходило продавать компьютеры в собранном виде. Их идея была продавать платы, собранные из доступных деталей, чтобы любители могли потом собрать. То есть считали, что какие-то будут любители, которые будут потом эти платы собирать. И так оно, в общем-то, и было. Когда я со своими друзьями встречался, то многие из них увлекались этим делом. Мы сидели, и дома у них были такие домашние лаборатории, и собирали эти компьютеры, и радовались тому, как там на дисплее. Тогда, если в качестве дисплея использовались телевизоры, это нажимали на кнопку. И таким образом получается такая фразировка, что хорошее дело начинается именно так. Если вы убеждены, что идея действительно неплоха, поделитесь ее с друзьями. Если они говорят, что эта идея замечательная, то это опасный симптом. Когда идея всем кажется великолепной, возможно, она появилась на сцене слишком поздно. Но если ваши друзья приходят в замешательство, пожимают плечами, значит, не все так плохо. Уж когда начинают хихикать и ржать, как лошади, будьте уверены, что вы на пути к чему-то стоящему. И вот, как пример, они приводят фирму «Патагония». Это крупный поставщик альпийского снаряжения. Основателю этой компании, мать, дала 800 долларов на развитие. Он сам был неплохим альпинистом. И когда он лазил по горам в альпийских ботинках, то импортные железные шипы не выдерживали 2-3 восхождения. Когда же были сделаны из хром молибденовый сталь, они стали прочнее и тверже. И поэтому многие говорят, что вот мы предприниматели, это должно всегда быть и экономическое образование иметь. На самом деле, мы так, давайте прикинем, обладал ли Форд или Эдисон, или тот же Цукельберг какими-то глубокими экономическими познаниями. Они обладали именно знанием предметов, на котором они стали строить свой бизнес. В том числе и тот же этот основатель компании «Патагония» пишет, что он основал свою компанию без всякого плана управленческого и кланного опыта. Но он точно знал, что такое снаряжение нужно ему самому. То есть нужно почувствовать, что то, что ты чувствуешь, и чувствуешь, что это тебе нужно, то это понадобится и другим. Только нужно двинуться, решиться в этом направлении. Идея, в общем-то, была практически у десятков тысяч альпинистов американских. Но только основатель «Патагонии» смог создать, и сейчас пишут, что «Патагония» производит продукцию двух с половиной тысяч наименований. Поэтому рождение дела – сложный духовный процесс, особенно вот именно в высокотехнологическом бизнесе. Создавайте бизнес первоначально в своем мозгу. Если этот бизнес понравится вам, то наверняка это кому-то пригодится. Только нужно уметь найти новый или открыть рынок сбыта. Я, кстати говоря, хотел еще отметить здесь одну особенность вот именно советского мышления. что когда началась вот эта кампания всеобщей компьютеризации, при этом, как она началась, эта кампания? Была выпущена инструкция ЦК КПСС о том, что нужно вводить всеобщую компьютеризацию в обучающие процессы. И многие активные преподаватели, ввиду того, что тогда была возможность покупать за счет денег, которые приходили от хоздоговоров, поскольку госбюджет советских университетов и институтов был настолько маленький, что не могли многие воспользоваться этим. И на многих кафедрах была даже такая команда, и был такой имидж, что каждый доцент должен был работать в хоздоговоры, заключались темы с заводами, и за счет этих денег создавались вот эти лаборатории, которые и работали именно на повышение квалификации студентов, учебные лаборатории. И тогда, помню, мой шеф меня направил в Павловский посад, где выпускались эти бытовые персональные компьютеры, если кто помнит. Я приехал туда, и там стоит куча таких же, как я, ходоков, около проходной, и всякими там правдами-неправдами, шоколадками, пол-литрами обламывают работников сбыта. И я, в конце концов, не удалось договориться с одной приятной женщиной, которая мне помогла реализовать пять бытовых компьютеров, комплектов. Но при этом, она при этом, руководство компании сделало что? Она заставила, не то что заставила, она сказала, вы подписываете бумагу, мы вам продаем немного компьютера, которые не прошли тестирование на рабочий режим до 50 вольт. То есть, в смысле, до 50 градусов Цельсия, поскольку компьютер положено было, чтобы он, когда проходят испытания заводские, он должен работать при таких вот, в интервале температуры. А эти давали сбои, и могли работать там примерно до 35-40 градусов. И я подписал такую бумагу. Я потом, когда уже тут начался рынок, я вот там много читать литературу, я увидел, что фактически руководство компании, если бы она была бы частной, и там были бы владельцы, они бы этот весь менеджмент уволили, потому что никогда бы американская компания не позволила выбросить на рынок дефектный продукт, потому что это подрывало бы имидж. И даже помню, при советской власти был показан один очень интересный фильм, я когда вот вам встал сейчас рассказывать, я вспомнил, показывали хозяина какого-то хрустального завода, это еще в царское время, и он пришел, владелец этого завода, он пришел и стал на стук проверять камертоном эти рюмки, которые были, естественно, хорошие. Вот он стучал, и там, где звук был не тот, он просто эту рюмку брал и выбрасывал. И его менеджер говорит, хозяин, зачем вы это делаете, эти рюмки-то хорошие, в общем-то, он говорит, понимаешь, мне надо, чтобы было высокое качество. То есть в то время в царское русские предприниматели именно боролись за высокое качество, что, к сожалению, не скажешь об этой истории с этим бытовым компьютером. Но, в принципе, я потом их привез, они все хорошо работали, поскольку температура никогда не была 50 градусов в Ленинграде, и тем более в помещении, особенно зимой. Зимой она спускалась до минус 20, и мы читали лекции, и никого не отпускали. Хотя вот здесь, в Америке, при низких температурах школы не работают. Но советские студенты были мужественные, и сидели, я сам читал в тулупе, и они все сидели в перчатках, писали конспекты. Так что энергии и патриотизма молодежи не занимать, только нужно понять, как движется рыночный механизм. И я сказал, что невзгоды становятся причиной бизнеса и довольно преуспевающего. Например, один предприниматель американский страдал аллергией, поэтому стал сам выращивать экологически чистые продукты. Продуктов было много, потому что был большой земельный надел. Открыл магазин. При этом, когда он сам, часто предприниматель же думает, что вот сидит там в конторке, или там куча у него секретарш, команда. На самом деле, американские предприниматели такие же работяги. Взял лопату и пошел работать. И вот он убедился, что лопаты, в общем-то, дерьмовые американского производства. И он стал закупать в Англии хороший инвентарь. И тут же организовал другой магазин по продаже высококачественного английского садового инвентаря. Вот вам яркие примеры. И поэтому мы говорим, что о героях рыночной экономики много тут пишут, к ним подбегают журналисты. Потом сами предприниматели, когда наварятся уже, и у них пора бы уходить, они начинают думать о воспитании. Вот как в советское время подходили, приходили на костылях революционеры. Я помню, в мое время я рассказываю, как они боролись с врагами, с белогвардейцами беспощадно. Или там показывали, помню, жил в Финляндии, там приходил к нам. А в Финляндии часто приезжали к нам, к школьникам. Мой отец работал в этом, в таком представительстве, при советском посольстве. А мы, школьники, учились в специальной советской школе. И вот к нам часто приезжали туда, в Финляндию, герои разные. И эти герои разные нам рассказывали разные истории. И мы сидели, я помню, один приехал такой военный, крутой, и он рассказывал о том, что как он там с группой каких-то военных шел к этому, к какому-то немецкому штабу. Я тогда еще не понимал, что это такое. Мы как школьники сидели, потому что мы тогда обучались на этих финских разных, типа Микки Маусов, там всяких этих штучек увлекательных. А он рассказывал о том, как они шли по каким-то сугробам, там с каким-то генералом встречались. И вот потом до меня уже через много лет дошло, что это, оказывается, они... Это и была группа этих советских офицеров, которая принимала капитуляцию у сталинградской группировки фашистских войск. То есть, как бы, тогда еще ребенком смотрел вот этих великих людей и не понимал вообще, что это за люди. И тут же мы можем сказать, что вопросом качества стали заниматься, как ни странно, в первую очередь, при советской власти именно институты исследовательские, созданные в Красной Армии. Потому что оказалось, что... Вот, например, такой был Триандафилов, был этот специалист. Он в стратегическом разборе ликвидации Врангеля, сборных трудов военно-научного общества при Академии рабочей крестьянской Красной Армии. Писал, что армия Врангеля, уступавшая нам в количественном отношении, превосходила наши части в качественном, имея в своем составе громадный процент офицеров, она превосходила наши армии в подвижности и умении гибко маневрировать. Так и стойкости. Эту стойкость показали все части добровольческой, а позже русская армия, заслужив признание даже своего противника. То есть, мы говорим о том, что когда столкнулись две силы, красная и белая, то белые, именно их было очень мало, но они отражали высокое качество именно и умение. Я даже считал одну статью, как рота юнкеров старших курсов переколола в штыковой атаке целый батальон рабочей крестьянской Красной Армии. И тогда уже красные офицеры насторожились. И вот я понимаю Сталина, который в конце концов понял, что именно русская система подготовки офицеров, армии, она более надежная. И поэтому, когда приперло, то было все это восстановлено. Но что, собственно говоря, и сейчас продолжается. То есть, традиции русской армии, белого офицерства, они восприняты. Хотя, с другой стороны, сама Белая Гвардия до сих пор не реабилитирована. Если, например, я так понимаю, когда мы будем говорить о рыночном патриотизме, то, собственно говоря, например, существует академия такая имени Фрунзе. То почему она не может быть академией Врангеля-Фрунзе? Или, например, вот на многих улицах надписи висят героев Гражданской войны. Там надо улицу иметь двойное название. Пускай это останется, этот герой, но рядом будет висеть его, как бы, оппонент, противник его бывший. Например, там улица Тухачевского, еще там, я не знаю кого. Или там других, Колчака, там еще кого-то. Потому что получается так, что Россия хочет создать консолидирующее общество, а вопрос с Белой Гвардией так до сих пор не решен. Кроме того, отсюда возникает вопрос, что такое вообще тогда патриотизм в настоящем времени. И когда вот пишут в книгах о том, об офицерских отрядах, например, Дроздовская дивизия в огне более 650 боев, потеряла 15 тысяч убитыми и 35 тысяч ранеными. Только это же все русские люди. И, кроме того, вот даже героизм белого офицерства нашел отражение в песне, появившейся в Крыму. Именно в то время. И там, в этой песне, ну, она отражена в этой книге, я не буду ее полностью читать. Пусть свищут пули, льется кровь, мы с Велом двинемся вперед, мы русские солдаты, в нас дух отцов-богатырей. Дальше. Не плачьте, жены-дети, не плачь о нас, святая Русь, да здравствует Россия. И поэтому возникает вопрос, как решать эту проблему об окончании гражданской войны. То есть мы опять сталкиваемся, то есть мы говорим о том, что, с одной стороны, мы хотим иметь качество, но качество было погублено в первые годы становления советской власти, когда, например, были расстреляны, уничтожены кучи предпринимателей. Например, Петроградская фондовая биржа была одной из крупнейших в мире. Что сделали с этими дельцами? Часть перестреляли, часть пересажали. Представим себе Нью-Йоркскую фондовую биржу, где там крутятся все эти капиталы. Некая сила придет, и там все это уничтожит. И что тогда будет с мировой экономикой? То есть те люди, которые вращают капиталом, это люди особые, и нужно к ним прислушиваться и чувствовать эту чувствительность рынка. Потому что мы все жили при командно-административной системе. Она, в общем-то, была для меня тоже непроха. Я встроился в нее, я был доцентом, преподавал, получал еще часть зарплаты по научному сектору. Но она в целом оказалась, конечно, неэффективной, надо признаться. И поэтому возникает задача, как создать именно нового человека. Потому что существуют здания, существуют парты, а людей с улицы не набрать. Вот то же самое произошло и с коммунистами, когда они пришли к власти. Они сменили всю администрацию, в прокуратуре все. Вот сейчас фильм идет, смотрю, господа товарищи. Это в конце концов привлекли старые кадры, которые имели опыт. Таким образом, что получается, что вот они пришли к власти, все снесли, решили, что мы весь мир насилие разрушим. Ну, разрушили его, а пришлось потом опять браться за старые корни, как говорится, привлекать квалифицированных специалистов. Так что возникает большая проблема. Поэтому мы говорим о том, что в завершении политзанятий вот можно вспомнить песню Высоцкого, что наши предки, люди темные и грубые, кулаками друг на друга помахав, вдруг увидели громадное и круглое, пролетело всем загадку, заготав. А в спорах, догадках и дебатах вменяет тарелкам вино утечку энергии в штатах и горькую нашу слюну. И, конечно, когда я вижу тут огромное количество советских инженеров, которые работают, и, кроме того, их детей, которые уже вписываются в рыночную экономику, Америки, то, конечно, слегка жалко, что такая возникает ситуация. Продолжение следует...